Всем привет, ребяточки. Вы, как обычно, на канале Своим Входом, с вами Виталий Прелизончик. И сегодня мы вам покажем, что можно купить на 1000 рублей в Таиланде на острове Пукет. Это будет большой магазин, маленький магазин, это будут рестораны, это будет кафе, это будет шведский стол, и это будет вечерний рынок еды, и это будут фрукты. Я думаю, вам очень понравится, еще будем очень много есть. Погнали. Давайте начнем с одной из самых бюджетных кафе, которая есть на Патонге, на Пукете, называется она Дуди, и закажем здесь сейчас на 500 бат, то есть на 1000 рублей. Начинаем с кокосов, кокоса стоит 60 бат со штуку. Кокос вообще очень клевый, здесь еще выдается вот такая ложка, когда всю воду выпиваете, можно вот эту вот стружку белую поесть. Вообще, достаточно популярное место, потому что, как видите, очень много людей. Дальше у нас креветочки с чесноком и кальмары тоже с чесноком. Каждая порта стоит 80 бат. Смотрите, какая она красивая, румяная, в чесночке жареном. Бомба. И следующее, это вот такие кальмары. Все-таки меня он готовит здесь, да? Такие прям сладенькие. Очень вкусно. Дальше у нас идут мидии запеченные под сыром, тоже стоят 100 бат. Здесь, получается, их всего 5 штук, но они достаточно большие. Смотрите, столько много сыра. Горячие вообще. Очень вкусное, даже не передать словами, очень много сыра. А это, собственно говоря, одно из любимых блюд милизончика. Смотрите, какой сочный сыр, столько много. Еще сверху перчиком красным подсыпано. И в завершение рыба в панировке за 150 бат с тремя лимончиками. Ну, такая достаточно хрустящая, мягкая. А ну-ка. Она еще не успела попасть ко мне внутрь, но ее уже нет, она растаяла. Мы вот немного не подрасчитали, у нас получилось 530 бат, а не 500. В это кафе лучше приходить до 6 часов вечера, потому что вечером здесь огромная очередь, даже люди на улице стоят. А мы с вами отправляемся в следующее место затариваться на 1000 рублей. Следующее место, где можно очень бюджетно затариться вкусной едой, это, конечно же, 7-11. Единственный вопрос в полезности этой еды, потому что, скорее всего, она в 90% не очень полезная. Но купить ее можно там очень много и целых 2 дня есть. Это вот такого рода магазинчики, небольшие, здесь там рядов 5, наверное. И здесь много всего того, что можно приготовить прямо в магазине. Здесь есть микроволновка, то есть вот это все, всякие вот сэндвичи, есть готовый рис с мясом, всякие макароны. И это все можно приготовить или дома в микроволновке сделать. Также есть целый холодильник со всем таким. Короче, мы вот столько всего набрали, кучу макарон. Сейчас поем домой, все будем пробовать, все вам покажу. Вот здесь чисто на 500 бат, то есть 1000 рублей. Для большей реалистичности я еще покажу вам, как мы передвигаемся. Вот у нас куторок, все вешаем, много всего мы покупали. Три пакета у меня. Естественно, все это за один раз я не съем, я это буду есть с дня два-три, но все это вы увидите буквально за пару минут. В общем, макарошки, рис, еще одна версия риса, еще одни макарошечки. Дальше 10 нори, обожаем вообще их. Далее у нас идет 3 пачки гёз, называются они гёзы. Я взял с креветками, еще и с другими разными вкусами, с мясом разным. Взял бургер попробовать. И, конечно же, куда без них волшебные треугольнички. Их, конечно, нужно в 7-11 готовить, но я вот дома сделаю, попробую. И на десерт у нас вот такие вот шоколадные тортики, я 4 штуки взял. Все будем есть. Я еще не успел приступить к съемкам всего того, что мы купили, в общем, она все съела. Big shit. Big shit, это не то, что вы подумали. Бересень, вот так открываем, оттуда достаем. О-ля-ля. Есть нужно положить на язык так, чтобы он был солененький. Да, и это невероятный вкус, друзья. Если вы не пробовали такую штуку, вы обязаны ее попробовать. Посмотрите на ее довольное лицо. Как семечки, если очень долго можно грызть, хоть 100 штук съешь и плохо даже не станет. Под сериал самое то заходит. Давайте начнем с этого прекрасного, замечательного бургера. Распаковываем его и убираем в микроволновку. Две минутки и будет готово. Готов наш красавчик. О, горяченький. Ожидание у нас вот такое, да, было. А реальность получилась вот такая. Вот такой бургерочек. Там внутри получается котлета, соусы перемешанный, бекончик. Ну что, протестируем, давайте. Конечно, не Биг Мак из Мак Дака или не из Бургер Кинга, какой-то крутой там воппер. Но после банглума, например, в 2 часа ночи, я думаю, такая вещь зайдет на ура. И достаточно сочный, такой мягенький. Смотрите, он прям вот весь давится легко, там булочка мягкая получилась. Лизончик, у меня для тебя сюрприз. Это карбонара. Как, ты хочешь попробовать? Я сейчас микроволновочки сделаю. Кстати говоря, все блюда стоят вот эти вот примерно в районе там 30-40 бат. Как с лапшоу или с рисом? Че? Это то, что остается за кадром. Не надо снимать. Обычно я такого не снимаю. Так подходишь, и попсон на тебя набрасывается. Все это только потому, что ты хочешь сделать ей макароны за 30 бат. Такая вружка. Ценность я могу. А готовится все очень просто. Мы эту пленку не снимаем. Делаем вот так вот дырочку ножом. С одной стороны и с другой стороны. И закидываем в микроволновку. Ааа, как вкусненько пахнет. Аа, горяченькая какая. И теперь мы аккуратненько открываем пленочку. У нас там внутри два отсека. В одном макарошке и в другом соус, который мы свешиваем с макарошками. И получается бомбически ароматное блюдо и дешевое. И можно подавать по псану, пожалуйста. Вот мы что-то там делаем. Вот ваш макарон. Там еще кусочки мяса есть. Прям мясо, да. Скажи, как вообще по ощущениям? Ну как в ресторане или лучше? Если бы ты открыл ресторан, ты бы вот так готовил. Ну вкусно, да? Очень. Ну что, погнали по десертам. В общем, вот эти тортики по 25 бат. Вот они. Давайте начнем вот с такого. Я уже пробовал, но хочу показать вам, что это вообще за вещь. И она очень опасная. Потому что если вы один раз ее попробуете, друзья, потом вы будете постоянно за ней бегать в магазин. Шоколадная поверхность. И там внутри такой жидкий шоколад. И когда вы покупаете ее в 7-11, вам еще предлагают ее погреть. То есть можно сделать горячий тортик. Но я люблю холодный. То есть закидывайте в холодильник. Не в мразилку, а просто в холодильник. И потом, когда она остынет, вот так вот ложку втыкаете туда, смотрите. Вот такая густая штука шоколадная. Ну, понимаете, так жуется обалденно. Такое ощущение, как будто, знаете, какая-то шоколадная сгущенка. Очень вкусно. С кофеечком, с чаечком. Обязательно попробуйте. Давайте откроем вот такую вот красненькую. Красно-оранжевую. Да, это уже пожиже. Но когда мы его достаем, то в центре там все гораздо жиже. Вот этот гораздо вкуснее. Красно-оранжевый. Мне больше нравится. Подсаживаешься конкретно, и потом очень сложно с этих тортиков слезть. Что же вам следующее показать, ребята? Мы тут столько всего напокупали. Давайте продолжим, наверное, и вам покажу, что такое гёдзы. Это можно назвать пельмени с мясом. Есть племени с разными там, со свининой, с говядиной. А есть с креветками. Я с креветками люблю больше всего. Открываем. Вот такие гёдзы. То есть это, грубо говоря, пельмешки, в которых находится целая креветка. Креветка, креветка, креветка. Но здесь еще есть у нас, смотрите, что внутри. Это вот такая вилочка. И вот такой соус. Но перед тем, что мы будем это использовать, мы сейчас берем эту штуку и отправляем в микроволновку. Буквально минутой, и готово. Ну что, они сделались. Давайте возьмем любую. Окунем в соус. Я, видимо, в тарелочку налил. Это настолько вкусная штука, друзья, вот как те тортики. Просто пробуйте и на них подсаживайтесь. Я каждый день по 5 пачек съедаю. Особенно, когда уже откусил пельмешку. Мясо креветки видно, окунаешь ее так. Все впитывается. Это нереально. Дальше на очереди у нас вот такой вот рис. И там мясо. Пахнет приятненько так. Давайте открывать. Прям полноценный бизнес-лайн. Я так обычно делаю. Вот рис отдельно. Здесь мясо с подливкой. И прям вот так беру. Опа. Все сюда закидываю. Перемешиваю. И все. Готово. Давайте сразу рис из курицы вместе и скажу. Горячее. Ну прям вообще, знаете, короче, как утка по-пекински. Вместе с рисочком. Подлива. Вот как ни крути. В 7-11 все очень вкусное. И все это как минимум раза в 3-4 дешевле, чем есть в ресторане. То есть, если вы в ресторане возьмете такое блюдо. То есть, там будет вот тут мясо. Рис. Это будет стоить ну может быть бат 100-120. А в магазине это 30-40 бат. Понимаете? Очень вкусно. У нас уже начался новый день. Новое утро. Обычно я кушаю кашку овсяную. Но надо вот что съесть. Надо же видео снять. Это волшебные треугольнички из 7-11. Обломашечка. Распаковал я. И когда в 7-11 вы такую штуку берете. У них специально есть приспособа. То есть, они туда эту штуку кладут. Зажимают в тиски. И на выходе получаются поджаристые треугольнички. У нас такой штуки, к сожалению, дома нет. Есть что-то похожее. Вот такая вот. Смотрите. Но она, видите, не треугольничка. Не знаю, что получится. Давайте протестируем. Короче, такую вещь лучше готовить в 7-11. Обычный сэндвич. Видите? Обычный сэндвич, который можно тупо сделать дома. Вот он. Просто сосиски, сыр. А там ветчина и сыр. Это вообще приспособа для более маленьких таких сэндвичей. У меня, видите, такие большие булки получились. И то есть так вот оно кладется и зажимается. Скирш. Ждешь. Прошла минута. О, загорелся. О, смотрите, какая красота. Прикольно. Как бы не как в 7-11, но круто. Начнем с сосисок. Давайте просто откушу. Круто вообще. Там сэндвич по-домашнему. Кто был в 7-11 и кушали треугольнички, ну вы знаете, это божественно. Весь сыр расплавливается. Сосисочки получаются. И много сыра. И такой же квадратик, но уже с ветчиной и сыром. Опа. Такая штука, зацените. Тоже такой расплавленный сыр. Класс, да? А вот и Лизончик уже проснулась, ушла в душ. Но на завтрак у нас ничего нет. Потому что мы затарились, нужно все съесть. И я ей сейчас приготовлю спагетти с ветчиной. Вот такие. Чтобы все было сочное, нужно, чтобы там как можно больше собиралась пара. Поэтому я вот такие вот дырочки делаю. Лизончик только что вышел из ванны. Но видите, не хочет, чтобы я ее снимал. Потому что там собираться долго будет. Поэтому придется самому все открывать. Открываем. А Фуксон за кадром наблюдает и облизывается. Ооо. Если сравнить вот эту картинку, то в принципе нормально. Зацените. Очень много сыра, все размешивается. Обалденски. Я даже пробовать не буду. Прям уверен, что это очень вкусно. Так что Лизончик. Приятного аппетита. Последнее, что у нас осталось из Севена, это рис с мясом. Еще один. Ах, какой аромат. Здесь уже получается у нас рис с овощами, морковка. Там какая-то зеленушечка. Даже кусочки омлета есть. И вот здесь очень много кусочков мяса в соусе. Как сочник. Ооо. Божественно. Ну погнали. Вот серьезно. Даже в кафе, когда берешь рис с мясом, не так вкусно, как в 7-11. И к слову сказать, все, что мы купили в Севене, нам хватило на 2 полноценных дня. То есть это завтрак, обед и ужин на 2 дня. На этом заканчиваем с 7-11. И напишите в комментариях, что вам больше всего нравится в 7-11. Потому что 7-11 есть не только в Афтланде, есть и в других странах. Нам будет очень интересно почитать. А мы поехали в следующее место. Следующее место, в котором мы решили затариться на 1000 рублей, это ночной рынок еды. И на Пукете называется он Банзан. Берем вот такого кальмарчика на швашке. Один стоит 80 бат. Следующее, что мы берем, это кокос. Он прямо ледяной. Стоит 30 бат за штуку. Кайф. Беру макароны вот такие. Выбираете любые макароны и выбираете любые ингредиенты. Креветку можно, рыбу или курицу. Я с курицей беру. Есть. Набор стоит 50 бат. Следующее, что мы решили взять, это роллы. Здесь такой вот прилавок. Очень много разных роллов. Все они дорогие. Выдается вот такая коробочка. Накладите столько вам угодно. И вам подсчитывают сумму. Их, получается, делают прямо вот здесь такая женщина сидит. Видите, лепит. Вот у Лизончика вот столько вышло всего. Следующее, наше любимое место, это место с рыбой. Но мы берем, конечно, самую дорогую. Вот такая вот рыбка. Стоит 200 бат за штуку. Здесь даже можно лягушечку съесть. Вот так ее запаковывают. Смотрите, надрезают. Причем она вся в соли. Мощно, да? И мы уже потратили 460 бат за все это. Осталось чего-нибудь на 40 бат взять и все. Решили их потратить на 2 пачки сладкого картофеля фриня. Это такие вот шарики. Вот, распаковка по 2. Каждый по 20 бат. Вообще, здесь, друзья, очень много всего на этом вершинном рынке еды. И у нас огромный выпуск. Есть отдельный обзор огромный, где мы все это едим. Можете на канале посмотреть. Ну, а сейчас у нас такой целенаправленный выпуск, что можно купить на 1000 рублей. В данном случае 500 бат. Приехали в следующее место. Это Big C. И параллельно оставили все, что мы купили на рынке. Сейчас протестируем, уходят или нет. Здесь сейчас на 500 бат все летит. Пойдем. Big C – это такой огромный-огромный гипермаркет. Но здесь в основном продукты нужно покупать для готовки. То есть, то, что вы дома сами готовите. Это, например, там рис, макароны. Ну, что такое? Каша, да? MC Garrett. 43 бат. Чтобы вы понимали, вот, например, мангосины. Смотрите, вот эта маленькая штучка 10 сока. 8 маленьких вот этих колобашечек. 289 бат. А на третьей береговой линии, вот на том самом Патонге, килограмм стоит всего 100 бат. А может за 80 центов. Поэтому здесь покупаем только такие вещи для готовки. Еще здесь в Big C есть классные свежевыжатые соки. Вот за ними можно приехать, потому что такого нигде нету. Только в Big C. Вот здесь, смотрите, свежевыжатый сок маракуйя. 80 бат стоит. А я беру за 45 бат. Такой сок, он морковный, замиксованный с маракуйей тоже очень вкусный. Здесь также, как и на вечернем рынке еды, тоже можно купить готовые движухи всякие. Вот это мясо. Вот колядочки Лиза взяла. 117 готовые, уже можно подогреть их. И молоко 45 бат. Можно вот, конечно, мясо купить, тоже такое свеженькое, дома приготовить. Курица из ножки, грудка. Причем недорого. Вот куриная грудка, 58 бат за килограмм. Здесь еще можно вот такой слад набрать. Смотрите, стоит 100 грамм 25 бат. Всего набираете, вам завешивают и оплачиваете. Я себе набрал свеклы и грибочков. Сейчас отдам, мне все взвесят. Лиза тоже набирает салатик. 68 бат у меня. А у Лизы вышло 79 бат. У нас вышло 488 бат и на оставшиеся 20 бат почти купили открытку для нашего подписчика. Вообще, это мы сейчас все ограничили, потому что у нас была цель набрать на 500 бат. Обычно выходит у нас 1000 или 1500 бат. То есть, друзья, чтобы вы понимали, вот бикси, смотрите, вот эта вот кучка, это все 1000 рублей, понимаете, да, ценники. Сейчас, наверное, многие напишут, что мы взяли всего очень дорогого, но просто для разнообразия, на самом деле, я беру. Обычно я, конечно, мог сюда прийти, знаете, набрать себе 40 килограмм курицы и обедаться ей неделю. Проверочка прошла, друзья, смотрите, пакеты висят, никто ничего не украл. По ходу дела у нас будет теперь микс, мы будем есть все, что купили и в магазине, и на рынке вместе. Вот сейчас Лиза замиксовала, у нее получаются вот эти кальмары волшебные с соусом и салатик вместе. Я тоже попробую кальмарчик, обожаю кальмарчики. Ну, фигня какая-то. Мы когда с вами были в кафе Дуди, вот там было круто, здесь какая-то как каша какая-то, вообще невкусная. О, вот эта тема, это ролчики, какие-то роллы, и к ним дается соевый соус в таких вот пакетиках и васаби. Многие задают вопрос, ребята, а как вы столько много кушаете и остаетесь в форме? Честно говоря, я не знаю. Наверное, вы имели в виду, как вы остаетесь в форме колобка, но это очень просто, просто ешьте очень много, так же, как и своим ходом. Ну давай, оцени, вкуснее, чем в суши-тей. Отличное сравнение, да? Обычно, да? В общем, вот это с рыбой, они самые дорогие, 115. А эти все по 7-8. На самом деле, вот ей нравятся, мне вот эти роллы на рынке, они мне в прошлом году нравились, сейчас вообще не заходят, какая-то туфта. А у нас с вами, друзья, рыбка с рынка. Вот такой у нас пакетик надувной, в нем вкусная ядерная смесь. Эту ядерную смесь мы наливаем вот так, берем просто пакетик и откусываем край. Это мощь. И вот она, божественная рыбка с рынка. Смотрите, какая красота. Огонь. Сверху, как видите, очень много соли, нитяк на тело. И одним легким движением снимается верхняя корочка. И как нам написала мама одна, наша подписчица, у нее дочка есть, она говорит, ребята, смотрим ваши выпуски вместе с дочкой. Теперь, когда я дочку спрашиваю, ну как вкусно, она описывает так же, как это описывает Виталик. А Виталик описывает вот так, он берет мясо рыбы, окунает в соус остренький, закидывает и говорит, что рыба настолько мягкая, вкусная. И прям тает на языке. Если вы сейчас смотрите, вам привет. Изумительно вкусно. Божественно. Видите, как легко снимается? То есть все косточки остаются здесь, прям руками берете и никаких костей не остается. Просто наслаждайтесь мясом. И мой любимый тайский салат. Я просто обожаю свеклу. Свекла это огонь. Свекла это просто бомба. Он готов свеклу есть огромными кусками. Очень вкусно. Лиза немного шокирована. Я слышу, что он любит свеклу. Ты много пропустила. Ты ни разу не ел ее за 8 лет, что-то несет. Она не видела. Эти лепестки грибов, они тоже божественные, обязательно попробуйте. Они прям трещат на зубах. Обалденно. Такое ощущение, что мясо какое-то ешь, а это грибочки. Ну и потай на десерт. Это макароны всем известные. Бывают там с курсами. С чем вы сделаете? Вот коробочка, которую на рынке взяли. Я уже подогрел ее с самого начала. Обожаю эти макароны. Когда я думаю о тайе, о том, что скоро туда лечу, я первым делом думаю о том, что скоро поем потай. Потому что все-таки потай в тайе он обалденный. Следующее место, в которое мы пришли затариться на 1000 рублей, это буфет. Или по-другому это можно назвать шведским столом. Заведение называется The Dome. Находится оно на поту. Здесь очень много столов. Вон там вот длинные-длинные столы. Там огромное количество морепродуктов, разное мясо. Все это безлимитное. И стоит это 279 бат на человека. Но когда вы сюда приходите, вам еще нужно взять или вот такую штуку, где все варится, она стоит 100 бат. Или вот такую штуку, где барбекю, она тоже стоит 100 бат. Но мы взяли сразу две. Но еще, чтобы здесь посидеть, нужно взять себе напиток на человека. То есть, если вы приходите, обязательно напиток или одна такая штука. И давайте закидывать. У нас вода уже закипела сразу сходу. Мы будем креветки сегодня и варить, и делать на гриле. И вот этих морепродуктов, ребята, бесконечно. Пока вы не лопнете, объедаетесь. И в итоге здесь получается на одного человека ровно 500 бат, чтобы здесь посидеть, покушать в этом безлимитном заведении. Как видите, у нас здесь получается варятся креветки. Здесь креветки на гриле. Также есть рыба. Вот эти вот всякие рыбные шарики. Мои любимые грибочки. Еще даже есть гёзы. Вот они зажаренные. И спринг-роллы. И все, что сейчас находится на нашем столе, это лишь 10% того, что имеется там. Так что, ребята, если вам такая движуха нравится, приходите и кушайте не спеша. Не нужно никуда торопиться. Время неограниченное. И вообще выгоднее приходить и делить столик на четверых, потому что вы разделите сумму вот этих двух грилей на четверых. Будет по 50 от всего. И вот здесь можно не только варить. Вот видите, варятся сейчас здесь креветки. Сверху берете кусок сала. Вот так все смазываете. И просто берем кусочки рыбы или мяса. Там причем очень много мяса. Но я как-то вот говядину, свинину я не люблю. Вот рыбку люблю. Берете рыбку, сверху накидываете. Она готовится, поджаривается и кушаете. Тем временем у нас уже креветочки сделались. Нет, такие поджаристые получились. Буквально две минуты уже и готовы. И кальмары вон подпекаются. Здесь уже целый суп. Сверху рыбка запекается. Еще закинули креветочек, грибочков. Из Лизончик, наверное, нет кальмарчика. Очень вкусно. Лизончик у нас спец по вареным креветкам. Мне больше нравится вареное. Вообще супер просто. Берете соевый соус, туда кладете немножко васаби, очищаете креветку, макаете в соус. И улетаются. А самое главное, что все это бесконечно. То есть пока ты не наешься в хлам, ты отсюда можешь не уходить. Я вот по этим грибочкам тащусь. Мне они нравятся особенно суши-тей, когда мы ходим в этот ресторан. Но здесь их можно приготовить самому. Видите, они сварились. Также их окунаем в соевый соус. Если вы это не пробовали, друзья, вот это вообще божественно. Наверное, самые вкусные грибы в мире. А вот у нас и ракушечка. Смотрите, она раскрылась даже. Она была закрыта от жары. И вот мясо. Просто берем мясо. Также в соевый соус. И вперед. Деликатес такой. Все-таки самое лучшее, что может быть в Азии, чем можно питаться, это морепродукты. Зачем это мясо есть? Говядина, свинина. Вот ешьте морепродукты. И от них никогда плохо не будет. По крайней мере, мне никогда плохо не было. У нас, по ходу дела, уже рыбка сделалась. Давайте ее возьмем. Она, правда, пригорает немножко. Сверху, видите. Вот так вот. Берем рыбочку. И также в соевый соус уже. Обалденски. Ее даже жевать не нужно. Просто закинул ее, и она растворилась. Мы объелись по полной программе. Честно говоря, вот эта штука, которую нам говорили, она вообще, в принципе, и не нужна. Вот гораздо вкуснее все варить. Это уже, наверное, четвертый суп по счету с грибами, с креветками, с рыбой. Короче, приходите. Очень вкусно. А мы сейчас пойдем затариваться фруктами на 1000 рублей. И завершаем мы наш выпуск фруктами. Мы сейчас находимся, опять-таки, на Патонге. Советуем фрукты брать на, получается, третьей береговой линии, третья дорога, которая идет вдоль пляжа. Вот там самые дешевые фрукты. Мы сейчас находимся. Итого у нас получилось 2 килограмма маракуйи, 2 килограмма мангостинов. Подарочки нам еще подкинули. 2 килограмма манго. И взяли еще драгонфрукт. Все, ребят, надеюсь, что вам этот выпуск был полезным. Он получается такой еще, знаете, и познавательный. Вы знакомитесь с ценами. Узнаете что-то, может быть, для себя новое, что вам приглянулось. Возможно, вкусняшки какие-нибудь себе купите, когда приедете в Таилан. Если вам такой формат понравился, то он и... Напишите об этом в комментариях. Поставьте лайк. Если будет много отдачи от вас, то мы такие выпуски будем в каждой стране снимать. Мне кажется, они полезные. Все, всех обнимаем, целуем, любим. Мы поехали домой. Всем чао-какао. Пока-пока.